Всем привет, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас в новом 2017 году. Я очень надеюсь, что вы отлично проводите свои новогодние каникулы, новогодние выходные. На самом деле для меня самый лучший способ провести это время в кругу близких, в кругу друзей, навестить всех тех, на кого, к сожалению, в будние дни время, как обычно, не хватает. Ну, конечно же, про блогеров забывать тоже не нужно. На самом деле, YouTube это такая зараза, это настолько затягивает. Вроде вот даешь себе за рог, ну, хотя бы пару дней, вот этих самых первых, посленовогодних, в интернет не ногой какой-то. Все равно с интересом смотришь, что же нового появилось у блогеров, какие новые видео появились. Косметики в прошлом году на моем канале было так много, что первое видео в этом году я решила, ну, не о косметике, о чем угодно, но не о косметике. Сегодня я расскажу вам о покупках с интернет-магазина Алиэкспресс. На самом деле, это даже не интернет-магазин, а большая платформа, на которой представлено большое количество интернет-магазинов. В основном на Алиэкспресс я заказываю какие-то очень необходимые мне мелочи, но их я, хотя не только мелочи, была и одна крупная покупка, сегодня вам о ней расскажу. Ну, и вот, допустим, какие-то позиции, которые я не могу купить в своем городе, или они у меня в моем городе продаются, но гораздо дороже. Я не вижу смысла переплачивать, поэтому я лучше подожду, ждать. Приходится посылку на Дальний Восток с Алиэкспресс примерно в среднем месяц, плюс-минус одна неделя, в зависимости от того, какой интернет-магазин, как быстро он вам эту самую посылку отправил. Далее, по поводу того, не терялись ли посылки, у меня был всего один раз, моя посылка была утеряна, это была какая-то мелочь, уже, честно говоря, даже не помню. По-моему, это был пульт какой-то недорогой, да, но без проблем мне вернули деньги, то есть срок прошел, когда посылка должна была прийти, я открываю спор, и деньги мне возвращают. В общем-то, ну, все, больше у меня никаких происшествий с Алиэкспресс не было. Итак, давайте уже приступим к самому интересному, первое, что я вам хочу показать, безусловно, может заинтересовать владельцев айфонов, и это такая специальная заглушка, это специальная защита для USB кабеля. На самом деле, я думаю, владельцы айфонов знают, что есть у вот этих вот USB зарядок, у USB кабеля есть такое больное место, самое слабое место, вот здесь они перегибаются очень часто и ломаются. Ну, по крайней мере, у моих знакомых, вот споши рядом, такую картину можно наблюдать, у меня тоже не раз такое было, и поэтому я, когда увидела вот эти, вот эту защиту, такую заглушку для самого, наверное, такого слабого места в этом USB кабеле, я была очень рада, потому что это действительно выход. Вы мне скажете, может быть, проще купить просто новый USB кабель, но на самом деле оригинальный стоит достаточно дорого, я бы сказала, а если покупать китайский, то он какое-то время первое работает, а потом хитрая компания Apple, все продумано, потом начинает вам смартфон писать, что нет, ничего не получится, этот кабель не оригинальный, он не подходит, поэтому купите у нас, и у вас все снова заработает. Но китайцы, конечно, хитрые, что говорить, они придумали вот такую заглушку, которая изначально помогает вам защитить свой кабель от перегиба. Вообще, в интернет-магазине вот эта защита, она представлена в разных цветах, есть какие-то яркие, если кому-то нравится, но я, как любитель всего лаконичного и простого, выбрала все-таки под белый кабель белую вот эту защиту. Я очень рада, теперь уверена точно, что в этом месте у меня ничего не перегнется, новый кабель мне покупать не придется, я этому, конечно, очень рада. Следующая покупка, это вот такая милейшая маленькая крохотулечка сумка, я увидела ее, это такая, знаете, какая-то спонтанная была покупка, стоимость ее, по-моему, 600 или 700 рублей. Эта сумка не сшита, где попало, я вот сейчас просто не вижу, но напишу, как называется, это китайский бренд, это фабричная работа, действительно, все очень-очень качественно вообще, даже не говорю о каких-то там нитках, вообще ничего нет, все очень-очень аккуратно, сама кожа отличная, она, конечно, не натуральная, но она выполнена действительно очень качественно. Есть единственное но, из-за которой, скорее всего, я ее носить не буду, это вот эта ручка, длинная цепочка, она, к сожалению, выполнена из очень такого желтого металла, я не люблю. Мне на фотографии в интернет-магазине показалось, что она не такая все-таки желтая, но вот как бы такой вот какой-то дешевый, я не знаю, вот этот металл, вот это то, что мне не понравилось. Поэтому, возможно, эту сумку я все-таки подарю племяннице, хотя, честно говоря, еще не решила, потому что она мне очень нравится, если ее вписать в какой-то образ, вот весной, летом, она будет отлично смотреться. Поэтому, если особо вас не смущает вот цвет вот этих вот всех деталей, то эта сумочка, особенно для молодых девчонок, она очень-очень даже пригодится, потому что она такая стильная, интересная и выполнена, самое главное, очень-очень хорошо. Далее я хочу рассказать вам о покупке кистей для макияжа, я, конечно же, не визажист и я не профессионал, но так сложилось, что время от времени у меня есть такие заказы, я делаю макияж на праздник, на свадьбу, еще куда-то. И, конечно же, у меня есть свой базовый набор, который использую я, и у меня также есть набор кистей, которые я использую, ну, для работы, скажем так. Многие уже пришли в негодность, поэтому я решила так обновить свой парк кистей, поэтому я сделала несколько покупок. В первую очередь я заказала себе набор овальных кистей, вот таких не совсем стандартных, это кисти профессиональные, то есть это недорогой какой-то бренд, но вот этот китайский бренд занимается именно выпуском кистей для макияжа, профессиональных кистей для макияжа, именно поэтому я эти кисти и заказала. Очень они интересные, они выполнены из специального ворса, который как раз применяется вот в таких овальных кистях. Этот ворс совсем не то, что мы привыкли видеть в стандартных кисточках, он достаточно кисточках, он такой достаточно, знаете, мягкий, но при этом очень-очень упругий. Что дает такая кисть и есть ли отличия при использовании стандартной кисти для нанесения макияжа? Для меня это, знаете, нечто среднее между спонжем и кисточкой. Вообще покрытие очень-очень тонкое, очень равномерное, продукта используется немного и вот в этот ворс, я заметила, не так сильно впитывается продукт, как в стандартную кисть, вот особенно если это кисть из натурального ворса. Чаще всего я все-таки применяю из этого набора кисточку для нанесения тональной основы, для нанесения консилера, для подглаза и для нанесения румян. Вот эти кисти для теней у меня не прижились, мне кажется, надо быть супер профессионалом, чтобы ими уметь пользоваться или возможно надо больше опыта, не знаю, больше тренировки, но как-то вот не знаю, простыми кистями мне гораздо сподручнее. Также я заказывала себе вот такой большой набор кистей, на самом деле я подошла к делу, к этому очень ответственно, к выбору кистей, мне нужен был набор, в котором бы было все, чтобы там была какая-то адекватная цена, не совсем копеечная, потому что я как-то заказывала на заре еще в своей деятельности на ютюбе, заказывала набор с какого-то китайского интернет-магазина, не помню какого, там просто вот обнять и плакать, там такое ужасное качество, там были такие кисти, что вспоминая о том наборе, я очень долго ничего подобного не заказывала, но все-таки вот здесь, что называется, надо было, надо было, поэтому я сделала свой выбор, почитала отзывы, и я хочу вам сказать, даже если учесть, что я ничего хорошего не ждала, этот набор просто превзошел все, практически все мои ожидания, потому что кисти, вот в общем и целом, практически все просто отличного качества, помимо того, что, так, сейчас я сниму, помимо того, что кисти сами по себе очень хорошие, они просто вот, ничего не лезет, пострижено все идеально, вот эту кисть, если бы мне дали в руки, вот, и я бы не видела, что это, ну там, не мак, не знаю, что-то там, Цуэва, еще какие-то марки, я бы вообще не догадалась, потому что она идеальна, она очень-очень хорошая, я опять же вспоминаю те первые кисти, которые я покупала, как там было все это ужасно прострижено, здесь вот все ровненько, аккуратненько, ничего не лезет, и плюс к ним шли вот такие сеточки для того, чтобы сушить кисти, то есть для того, чтобы вот так вот их закрепить, эту кисть, чтобы она не распушилась, когда будет подсыхать после мытья, чтобы она сохранила свою форму, это просто классно, вот эту сетку можно, естественно, использовать для всех моих кистей, какие у меня только есть, так что вот этот замечательный набор, в котором 15 кистей, начиная от самых больших, заканчивая самыми маленькими, и не просто там растушевочная кисть, которая 5 одинаковых видов, 5 кистей одинаковых для, 5 одинаковых кистей для растушевки, вот, нет, это не тот вариант, каждая кисть имеет свое назначение, каждая кисть имеет свою форму, и это классно, я от всей души просто советую, если ищете набор для подарка, для себя, неважно, из синтетического ворса, но, тем не менее, очень хорошо подстриженных, очень хорошо качественно сделанных, не знаю, как там вот насчет ручек, как долго это все, потому что только-только я их использовать начала, не знаю, как это все будет держаться, но сейчас это просто классный набор, это отличное вложение денег, по-моему, стоимость его 1000 рублей, то есть за 15 кистей классного качества 1000 рублей, ну, сами понимаете, это вообще не деньги. Далее, для моей влоговой камеры я заказывала вот такую сумочку, вот такой чехол, у нее, к сожалению, у камеры, вот эта часть, экран, она ничем, этот экран ничем не закрывается, то есть он вот таким вот образом, когда вы кладете там, не знаю, даже большую сумку или еще куда-то, то вот этот вот экран, конечно, имеет свойство царапаться, пока, слава богу, ничего такого не произошло, но это может быть, поэтому я себе заказала вот такую сумочку, опять же, есть разные цвета, какие хотите, можно себе присмотреть, вот так он сюда помещается, очень удобно, закрывается, вот здесь магнитик, и эту сумочку, вот такая длинная ручка, можно носить, ну, просто на плече или как-либо, это, конечно, не натуральная кожа, стоимость этого, этой сумочки 800 рублей, сейчас, кстати, что-то не могу найти, но я думаю, что подобных просто полно, и я очень-очень рада этой покупке, очень аккуратно, очень качественно все прошито, она хорошо смотрится, в принципе, мне больше ничего и не нужно. Эта сумка, конечно же, подходит не только для моей модели камер Canon, но еще и другие модели тоже сюда могут поместиться, ну, естественно, что вся информация об этом есть в интернет-магазине. Еще в этом интернет-магазине мне очень нравится покупать какие-то мелкие, оригинальные вещицы для дома, для украшения дома, для дизайна, но надо признаться, что последнее время я как-то не часто там что-то покупала, просто, ну, как-то ничего такого оригинального особо мне не попадалось, единственное, что мне понравилось за последнее время, это вот такой замечательный горшочек с лавандой, и сам вот этот цвет лаванды просто обожаю, и у меня даже как-то успокаивает, наверное, вот этот сам горшочек, сама ваза, тоже очень хорошее стекло, это действительно очень качественная вещь для интерьера, очень хорошо выполнено, все красиво и аккуратно, и украсить ею дом совершенно не стыдно. У нас в городе нет ни магазина Икея, ни каких-то подобных магазинов, поэтому в этом направлении все очень сложно, если что-то и продается, у нас есть магазин Декория, в принципе, там что-то можно для дома выбрать, но, поверьте, гораздо-гораздо дороже вот того, что купила я, поэтому, ну, для нас вот такие интернет-магазины, это действительно выход. Кстати, мой новогодний подарок тоже был с Алиэкспресс. Если уж мы о подарках, то какой самый классный подарок для блогера, конечно же, какое-то оборудование для его трепетно любимого блога, и посмотрите, какой подарок мне сделали, мне подарили вот такую замечательную лампу, это так называемое световое кольцо, сейчас я попробую с этой стороны войти, это светодиодное освещение, очень мощное, вообще свободно заменяет два мощных софтбокса, вот с этой стороны есть специальное колесико, которое дает возможность увеличивать количество света и уменьшать. Вот смотрите, если я на полную мощность поставлю, здесь осветить можно, не знаю, все что угодно. Очень мощная лампа, я безумно рада, потому что это такой был очень желанный подарок, посмотрите, какая компактная, ну поймет, конечно, только блогер, скорее всего, какая компактная вещь, просто получается вот один вот этот штатив, и больше ничего не нужно в маленьком помещении снимать, ну просто будет очень-очень удобно. Кстати, вот здесь есть крепление для лампы, ой, для камеры, я, честно говоря, еще так камеру крепить не пробовала, потому что как-то не очень устойчивая вот эта конструкция мне показалась, ну разберусь еще, можно это делать или нет, кстати, вот здесь вот кнопочка выключения, и хочу вам показать, вот они лампы, то есть чехол надевается для того, чтобы свет рассеивался, и вот они лампы. Спасибо огромное Дедушке Морозу за такой шикарный подарок, просто блогер меня поймет, это классная штука, много света, очень компактно, очень-очень-очень удобно, и, наверное, это был самый желанный подарок за последнее время на Новый год. Вообще много всего интересного и полезного для своего видеоблога, я покупала на Алиэкспресс, это и световое оборудование, и аксессуары для фото-видеосъемки, я думаю, нет смысла перечислять все, потому что все-таки основное количество моих зрителей, это не блогеры, ну а если кому-то что-то будет интересно, то я постараюсь найти все ссылки, оставить их под видео. На этом я буду с вами прощаться, еще раз вас с Новым годом, вас и вашу семью, я вообще уже много пожелала вам в предыдущих видео, но мне осталось сказать только одно, я хочу пожелать вам провести эти праздники, эти новогодние выходные плодотворно, обязательно навестите всех своих близких, то внимание, какое мы, ну не успеваем, наверное, давать в повседневной жизни, вот в праздники самое время его додать, всем, кто в этом нуждается. Всего вам хорошего, до встречи на моем канале.